Привет, я Сид Рот. Добро пожаловать в мой мир, где сверхъестественное является естественным. Мой сегодняшний гость научился жить в славе Господа Бога. Научился плавать в реке Божьей любви и милости, текущей от небесного престола. Все это благодаря его решению. Мой гость — Райан Брас. Он говорит, примите такое решение, и в вашей жизни будет еще больше славы. Слава Бога, сойдет на вас. А хотите вы знать, как? Существует ли сверхъестественное измерение? Мир за пределами того, что мы знаем. Можем ли мы прикоснуться к древним тайнам сверхъестественного? Могут ли наши сны содержать какие-то послания с небес? Правда ли, что Бог готов принести на Землю волну исцелений? Сидрот провел более 40 лет, исследуя странный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к Сиду в этом выпуске программы. Это сверхъестественно. Итак, мой гость — Райан Брас. Друзья, важно отметить то, что он один из наших продюсеров. Райан анализирует развитие передачи и задает направление нашему проекту. Райан — не медийная персона, но написал просто изумительную книгу про общение с нашим Господом. Она называется «Познакомь людей с Господом Богом». В своей книге вы излагаете необычный подход к служению. Расскажите, как же познакомить людей с Господом Богом эффективно? Иисус сказал «Да будет Царство, и Твоя воля на земле, как на небе». Нам велено принести на Землю все, что на небесах. Бог живет в нас, поэтому мы несем Царство, несем самого Бога везде, куда идем. Домой, на работу или в эту студию. Он напомнил, сейчас наступил час обычным христианам, ведущим обычную жизнь. Делать необычное для Господа Бога. Бог сказал далее «Идите». Давайте встанем и отправимся в путь. Нет ничего проще. Проповедуй весть, исцеляй больных и изгоняй бесов. Как Господь Бог пришел в вашу жизнь, расскажите. Ну что ж, я родился свыше 40 лет назад. Конечно, я выгляжу моложе, но это правда. Мне было 12, тогда папа умер. Он умер, и мама сказала «Я не могу прожить своими силами». «Дети, исполняйтесь Духом». Итак, мы приняли Духом. Все? Все трое. А языки? Я крещен. Однажды мой брат, моя сестра и я, подростки, лежали на своих кроватях и всю ночь напролет молились на языках. У нашего семейства было мало денег, потому что наш дорогой папа, кормилиц семьи, умер от рака. Приходилось возлагать руки на старенькие приборы, чтобы они продолжали работать. Мы были вынуждены молиться за умножение еды. Однажды я, брат и сестра уселись на крылечко, и мама сказала «Вы будете молиться в Духе, на иных языках, пока нам не подвезут продукты, которые нужны». Мы сели, и мама попросила всех закрыть глаза, хотя пока вся семья молилась, я сидел и тайком подсматривал. А вот так-то. И вскоре к нашему дому подъехал большой грузовик, такой вот себе автомобиль, и водитель отдал нам целую кучу продуктов. Мы до сих пор не знаем, куда он ехал и почему притормозил у нашего дома. Ах, не знаю, как вы, Райан, но видеть такой потрясающий ответ на молитву, такую славу Божию, намного важнее, чем продукты. Что скажете на это? Да, слава Богу, мы наелись. Я рос в доме, где мать была провидицей, и мы никогда не оставались без наказания. Это тоже было провидицей? Ну, я имел в виду человека, видящего духовный мир. У меня припыслены сотни историй о том, как к маме приходили ангелы, и она видела Божью славу. Вы были сновидцем в юности. Бог говорил с вами через сны. Это так? К сожалению, мой папа умер, и теперь никто не наставлял меня. Несравненный Дух Святой начал наставлять меня насчет того, что, как и когда делать. Я увидел сон, по ленте конвейера двигались грязные поленья, и мне нужно было рубить их и доставать из них бриллианты. Бог сказал, твое служение — помочь людям увидеть, что я ценю их, ценность людей. Как-то вы высказали мысль, в каждом из нас есть ответы на нужды ближних. Имеет ли каждый ответ на нужду тех, кто рядом? Если вы рождены свыше, то вы носите Господа в своем сердце. И однажды Всевышний дал мне мощное откровение и сказал, когда ты стал христианином, то в тебя вселились Бог Отец, Сын и Дух Святой. Поэтому чудеса начинают происходить везде, куда бы ты ни пошел. Принесите царство в сферу денег, в сферу личных взаимоотношений, в сферу здоровья и в область воспитания детей. В 96-м году вы поехали в Пенсакол. Расскажите, что приключилось с вами там, в этой знаменитой церкви. Там я встретил жену, а потом стал папой. В 96-м году было духовное пробуждение. Я приехал посмотреть и увидел уровень своих отношений с Господом Богом. Проповеди служения пастора Стива Хилла изменили мою судьбу. Пробуждение, я вам скажу, вообще меняет. Я пастор церкви, и я расстраиваюсь, когда не вижу и не ощущаю, что было на том пробуждении. Я не ностальгирую, но если я не достиг того, что было тогда, то надо что-то менять. Ведь я познал славу Господа. Она была весьма сильной на том месте, и я вкусил ее. Вы пошли на улицу и начали свидетельствовать, проповедовать о Господе Иисусе. А сколько человек вышли на проповедь с вами? По выходным почти 300 человек служили благовестием на улице. Чудесно. Хочу рассказать о человеке по имени Чачо. Он направлялся в бар, студенты завели с ним беседу. Берите пример с этих студентов, кстати. Это было 20 лет назад. Они поговорили, он встал на колени и помолился молитвой спасения. Когда же Чачо поднялся на ноги, Господь, Бог освободил его от многих грехов и пороков. Чачо получил спасение. Тот самый Чачо. И сейчас я выступаю на конференциях пастора Чачо и совершаю поездки из его миссий. Брат насаждает церкви и приюты по всей Мексике. Все началось с благой вести. Что произошло бы в судьбе Чачо, если бы вы не вышли на улицу и не благовествовали ему? Многие христиане не хотят проповедовать людям о Спасителе. Тогда Чачо не спасся бы. Он служит Израилю и Бразилии благодаря тому, что студенты уговорили его тогда пообщаться с ними, как христианам, приносить царство Бога всем, кого они встречают на своем пути. Если вы рождены свыше, то тогда вы входите в кофейню, и вместе с вами в кофейню приходят исцеления, чудеса и остальные благословения от нашего Бога. А если вы никогда не видели исцеления до этого, ну и что? Иисус тот же вчера, сегодня и вовеки. У нашего Искупителя есть план и цель для каждого человека. Допустим, в кофейне сидит человек, он желает наложить на себя руки, но у вас есть выход от Бога для него, и есть слово. Ладно, приведите, пожалуйста, пример вашего служения в этой кофейне, допустим. Это было недавно. Я заскочил в заведение, и кофевар так посмотрела, словно хотела оскорбить. Она была очень злой. Моя плоть захотела ретироваться. И у кофевара было ужасное настроение. Я хотел отойти, но Бог остановил меня. Я спросил, как дела? У меня мигрень. А теперь ясно, почему кофевар злая. Давайте я помолюсь за вас. Я не стал разглагольствовать о духовном, лишь предложил молитву. Она кивнула. Я взял ее за руку и почувствовал, как сила Бога выскочила из меня в ее руку. Женщина-кофевар была взволнована. Я сказал, это Бог. И она ответила, что боль ушла. Два дня спустя я вернулся туда. Кофевар схватила за руку сотрудницу и потащила ее ко мне. Она сказала ей, видишь, вот тот парень, который молился за меня. Так что несите Бога и Его царство в жизнь людей. Я помолился за эту женщину, и ее оставили боли. Вы сказали, благовествовать это просто. А все ли принимают Евангелие? Конечно, нет. Однажды я проповедовал в парке. Мы проповедовали прохожим об Иисусе. Идет парень, кричит. Я спрашиваю, что случилось? Когда я клал руку на плечо, пытаясь успокоить, он ударил меня по лицу, да так сильно, что я лишился чувств. Он так заехал, что я упал на бетонный фонтан. Вода, только она привела меня в чувства. Крикун и драчун, оказавшийся сатанистом, побежал ко мне и предложил помощь. Я подумал, боксер, чем еще ты мне можешь помочь? Итак, ребята, он просто взял и вырубил меня. Просто это был хук справа, и все. И хотя мне было больно, я не держал на него обиду. И вовсе не обозлился. Я простил его. Только Бог смог простить. Ведь он вас. Да, он живет во мне. Верно. И это чудесно, да? И у вас такие встречи происходят каждый день. А я, получается, пролетаю? Почему у вас божественные встречи с людьми случаются постоянно, а у большинства нет? Объясните. Вы не ищете их? Я узнал важную тайну. Когда я сконцентрирован на оплате счетов, своим самочувствием и собственных невзгодах, то, входя в кофейню, я не способен подарить людям Бога, и уж тем более Его радость. Ее нет? Да, ее нет. Хотя Бог во мне, поэтому я учу паству, как пленять мысли о проблемах и всяком земном мусоре, и служить Иисусу, несмотря на неоплаченные счета и другие проблемы. Мы с женой проходили через испытание под названием «Едим одну картошку». Пюре, жареная картошка, далее вареная. Она надоела нам, и мы начали ею обкидываться. Поверьте, я знаю, что такое бедность. Бог испытает вас нищетой. Вот чему я научился. Не позволять проблемам докучать тебе. И у тебя, приятель, обычная проблема, как и у других людей. Ты ничем не выделяешься, ты никакой не особенный. Друг, закрой рот тревожным мыслям и исповедуй. Бог во мне, и я выйду из проблем к победителям. Расскажите-ка о том происшествии в ресторане с официанткой. Бог являет славу через нас в обычные будние дни. Мы вошли и сели. Я посмотрел на даму и сделал комплимент. «У вас очень красивая улыбка», я сказал ей. «А кстати, вы тоже можете это сделать». «Верно? Можете!» Бог сказал Самаринке. «Дай мне пить. Попроси пить, и чья-то жизнь изменится». Мы сели и начали общаться. Дух Святой побуждал меня задавать ей вопросы. Во время разговора он побудил спросить об отце. Официантка открылась мне, потому что я отнесся к ней с уважением. Я не начал беседу с заказа, но расспросил девушку о ее делах. Сотрудница ресторана вернулась к столику, и я задал ей вопрос, который был уместен в той ситуации. «Пожалуйста, расскажите о своем отце». И тут она разрыдалась. Она сказала, «Он надругался надо мной». Мы служили ей. Ее настроение поменялось. Она простила своего отца, и после этого Господь вошел в ее жизнь. И все это благодаря комплименту о ее улыбке. Она спаслась. Вы понимаете? Кто-то сказал, «Люби людей, пока они не спросят, почему ты это делаешь». Возлюби людей, и двери их души откроются. Вы только послушайте. Пастор Райан Брас побывал на небесах, чтобы научиться любить. Когда вы услышите его свидетельство, многие из вас ощутят реку любви, текущую из экрана, а люди в зале ощутят ее в студии. Брат Райан побывал в сверхъестественной атмосфере неба. Будьте с нами. Мы скоро вернемся. Это сверхъестественно. Этот мир уже давно спорит о том, что разделяет нас. День за днем мы живем, имея свою устоявшуюся точку зрения. Но Писание говорит нам о том, что Мессия разрушил преграду, разделяющую еврея и язычника, вместе с тем создав одного нового человека. Эта духовная целостность побуждает делать такие огромные шаги в сторону Бога, каких мир еще не видел. Сидрот нашел ключ к достижению еврейского народа Божией любовью. Новое человечество откроет доступ Богу, чтобы двигаться в чудесах и знамениях. И тогда все убедятся в факте существования невидимого Бога, о котором говорится в Писании. На нашем веб-сайте вы найдете обучающие материалы, которые помогут вам узнать, насколько важно для нового человечества познакомить массу людей с Богом. Вы узнаете об Израиле и еврейских корнях церкви. Заходите на наш сайт сегодня. Это сверхъестественно. Брат Райан, вы не против рассказать, что произошло, когда вы оказались на небесах? Нет? И? Как и апостол Павел, я не понял, был ли я в цели, когда прибыл на небо к Господу, в полночь я оказался в раю. Я сейчас рассказываю, а сам чувствую, как силы всемогущего Бога исходят из меня. Текут святые реки. Да уж. И ничто не сравнится вообще с небесами и с раем. Телезрители и зал, я не знаю, ощущаете ли вы эти реки, а Сидрот чувствует их течение. Это так. Первым делом в раю Господь дал мне достаточно времени, чтобы насладиться атмосферой Царства Божьего. И обстановка небес напоминает вообще пробуждение. Рай затягивает, и тебе больше ничего не нужно. Поразительная атмосфера небесного края исполнена радости, любви и жизни. Это слава. Когда слава сходит на меня на собраниях, я вспоминаю о рае. Я знаю, слава — это атмосфера вечного неба. А в горнем мире я встретился с Господом Иисусом. Иисус хотел мне показать удивительное. Мы пошли вместе. Он шел справа от меня. Господь Иисус и я посмотрели налево. Там стоял большой зал, где лежали груды прекрасных и бесподобных драгоценных камней. Ожерелья и короны. Высота этих груд составляла 2,5 метра. Потом мы заметили несколько груд сокровищ одинакового размера, а затем я увидел маленькую горку в 4 раза ниже остальных. А потом Иисус Христос повернулся ко мне, и Он сказал мне так, «Это твоя награда за любовь, за работой большую». Я был так удивлен. Я не обиделся на Него. Вы, наверное, удивились. Да, когда Иисус обличает, Он наказывает Свою паству в любви. После этого видения я принял решение приложить все усилия, сделать все возможное, чтобы любить людей еще больше, трудиться еще усерднее, чем ранее. Вы дружите с полицейским и служите людям, будучи его попутчиком во время его смены. Расскажите о спасении юноши, который поссорился со своей матерью. Это грустная история о неспасенном подростке. Сотрудник полиции сел в авто, и я начал служить ему. Единственное, что объединяло нас с тинейджером, это безотцовщина. Я попросил Бога показать мне что-то из жизни паренька, и парень сказал, «Жизнь — это бесконечный черный день». Представляете, такое сказал тинейджер. Бог показал мне, что мальчик — творческая личность и обладает музыкальными способностями. Я сказал ему об этом, и парень изменился у меня на глазах. Он обрел надежду. Так что служите людям, несите им Бога. Я благовествовал Господа Христа и Его любовь к мальчику. Мой друг полицейский, который покаялся, вернулся. И когда я молился о спасении тинейджера, глаза парня наполнились светом, и он пережил рождение свыше и радикально изменился. Позже офицер поделился новостью о возвращении мальчика домой. Подумайте, один человек способен принести перемены в жизни многих. Так служить сможет не только пастырь, проповедник и апостол, но любой христианин. Также одна знакомая годами вела борьбу с собой, поскольку ей все внушали. «Стань служительницей, ты должна служить». Мы молились за нее, и нашей прихожанке Дженни открылось ее призвание. И она стала медсестрой. Свидетельства Джены о ее проповеди сотрудникам неотложки просто потрясают. Они отрезвляют нас. По долгу службы она заботится о новорожденных малышах. Это Джена возлагает руки и молится за них, за этих маленьких мальчиков и девочек. Я рад, что сестра Джена обрела себя в служении, а я рад, что она служит. Райан, я переживаю могучую силу Господа нашего Бога. Вы свободите ее на людей его аудитории и на телезрителей. Вы свободите ее, эту мощь, на нас, здесь и сейчас. Аудитория, пожалуйста, поднимите руки. Отец, яви нам благосклонность. Пусть атмосфера небес, та слава, что ты явил мне, твоя слава, сойдет на всех, кто смотрит выпуск телепередачи «Сидорота». Не сдавайтесь, потому что ваши испытания однажды кончатся. Пригласи Бога и славу нашего Господа. Примите силу Бога. Вы только что исцелились благодаря силе и славе Господа Иисуса Христа. Вы освободились. Вы были наркоманом, но Всевышний Избавитель освободил вас. Ты исцелен от зависимости. Подними руки и напиши «Сидороту», что Бог освободил тебя от зависимости. «Боже, наполни их силой в их обстоятельствах, наполни атмосферой рая, во имя Господа Иисуса, во имя Иисуса Христа». А теперь я обращаюсь к одному человеку. У вас пластина в голове, и у вас низкая самооценка, потому что вы произносите некоторые слова неотчетливо. Бог исцеляет вас сейчас во имя Иисуса Христа. Женщина, вы отдалились от Бога. Иисус касается вас. Господь опять дарит вам новую надежду. Бог касается вас. Вы готовы исполнять волю Отца во имя Иисуса. Что тут остается сказать «Аминь» и «Да будет так». Смотрите в следующем выпуске. Привет, я Кларис Флюид. Это просто потрясающе. Господь Бог открыл мне принципы сотрудничества с Ним, применяя которые, вы станете каналом Божьей силы и непобедимым чемпионом во всех сферах жизни, в браке, в воспитании, в финансах, в бизнесе. Это не пустые посылы, но обещания Божьего Слова. Приглашаю вас на следующий выпуск передачи Сида Рота. Это сверхъестественно. Присоединяйтесь к нам, будет интересно. Присоединяйтесь к нам, будет интересно. для бесплатному приложению ISN. Миру не нужна еще одна христианская телесеть. Миру нужны программы, которые будут менять их жизни с ощутимым влиянием Божьего присутствия. Людям нужна возможность иметь к ним доступ когда угодно и где угодно. Вы должны получить это. ISN — это записи наших программ, доступные 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, на вашем мобильном устройстве и смарт-телевизоре. Смотрите наши спецвыпуски с всемирно известными учителями. Выбирайте из десятков впечатляющих эпизодов, загрузите приложение бесплатно. Где угодно и когда угодно. У Бога нет ограничений, как и у вашего доступа к Божьему сверхъестественному. Один влиятельный еврей из сферы масс-медиа пытался безрезультатно заполнить пустоту в своей жизни при помощи денег и славы. У него был личный самолет, на котором он мог улететь, куда хотел. Он был продюсером одной известной радиопрограммы, но чувствовал себя пустым изнутри. Внезапно с ним произошло откровение, полностью изменившее его жизнь. Хотите узнать, что это было? Чтобы узнать, чем закончилась эта история, посетите наш сайт, который вы видите на экране. Иногда кажется, что за всей ежедневной рутиной жизнь проходит мимо. Вы просыпаетесь, принимаете душ, одеваетесь, заботитесь о других, проверяете, есть ли у них все, что нужно на день. И вы едете на работу, трудитесь 8, 9 или 10 часов. Едете домой, готовите ужин, смотрите телевизор, ложитесь спать. Одно и то же день за днем, месяц за месяцем, год за годом. Вы думаете, неужели это все? Истина заключается в том, что перемены возможны. У вашей жизни есть особое предназначение. Есть то, что сможете сделать только вы. Существует план и инструкция к нему. Все это появилось еще до вашего рождения. Есть путь, который можете пройти только вы. День за днем, час за часом. Если вы захотите по нему пойти, то вы найдете смысл своей жизни. Я предлагаю вам узнать, в чем состоит ваше предназначение. Хотели бы вы узнать, для чего вы были созданы? Хотите вы большего? И сголодались ли вы по мечтам? Мы предлагаем вам прочитать книгу, которая укажет вам путь. Скачайте книгу «Они думали сами». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!